Этот футбольный поединок ребята из Щелкова и Жуковского, которым всего по 10-11 лет, начали очень резво. Вторая игра чемпионата Московской области среди младших возрастных групп с первых минут обещала быть динамичной и непредсказуемой, ведь на поле встретились команды с действительно хорошей подготовкой. Мы именем футбольного отделения заявили с тоже большой футбол, чтобы дети летом не сидели дома, не играли в компьютеры, а занимались, играли. Сегодня второй тур играем с командой Метеор Жуковский. Всего матч состоял из двух таймов по 25 минут каждый. Уже на седьмой минуте игры первого тайма нашим щелковским ребятам удалось забить гол. Но вот начиная со второго игроки команды соперников активизировались и тоже стали попадать в чужие ворота. После непродолжительной, но упорной борьбы футбольный поединок завершился на дружеской ноте. Ничья, счет 2-2. Спортсмены из нашей команды результатом удовлетворены, но признаются, что финал мог бы стать для них более радостным. Может быть, потому что много офсайдов, они очень много фалили. Это, в общем-то, нормальный результат, но могли бы лучше, если бы не попадали в штанги, как я. Ну, конечно, были моменты, забивали. Вот у Матвея был момент удар, вот еще один момент во втором тайме. Да, Негодский мог побеждать, забить головой, он ударил ногой. Я не знаю, почему так произошло. В чемпионате примут участие команды из самых разных городов Подмосковья. Следующая игра у щелковских ребят состоится в предстоящие выходные. На этот раз она встретится с юными футболистами из города Фрязино. Всего в чемпионате запланировано 10 игр. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.